Я сейчас что-то не понимаю или? А, нет, я понимаю, что происходит. Это они не спариваются, это два самца. Они за самку, видимо, пытаются. Ну, сейчас в данный момент. Ну, просто этот лавандовый, этот надо, конечно, проверить, но, по-моему, он был самцом. Я потом проверю, когда они перестанут это делать и закончат. Ну, а если моя память не изменяет, учитывая, что я Демей у меня давно уже дома не проверяла, самка была вот эта. И самка, вот, которая вдали лежит белая. А это два самца. Ребята, я всё понимаю. Хотя, конечно, мы могли тогда неправильно полу определить, но я перепроверю потом. Потому что здесь явные, вот видите, притязания хвостиками идут. Часто используют такой метод, как бросание в террариум двух самцов, чтобы как раз возникла конкуренция, они возбудились и начали прислать к самкам. Но иногда вначале они должны отношения выяснить между друг другом. Ну, не долиняла ещё чуток. Он ещё и весь в линьке, пытается спариваться. Он весь хвост из-за того, что тёрся. Видите, линьку сам себе подпортил. Полиняет будет очень красивым. Это сейчас весь завозюканный. Вообще, конечно, белых змей содержать на тёмном субстрате. Ну, видите, они, да, все такие. Видите, как хвостиком. У меня не было, к сожалению, другого субстрата, поэтому постелила на то, что есть. Потом, может быть, поменяю. Но в целом, может, им это не мешает, разве что эстетически это не очень выглядит. Царапает, видите? Класс. Значит, активность у самцов есть. Это прекрасно. Они до этого сидели неделю и не замечали ничего. Даже больше недели уже сидели и ничего у них не замечало. Какой-то активности. А сейчас устроилась сезон дождей. Влажность повысила сильно. Напрыскиваю каждый день. И они почему-то вот начали. Почему-то лампа, неправда, не работает. Вчера работала. Лампа, кстати, тоже остается. У них очень хорошая. Может, тоже влияет на это газоразрядное. Вполне возможно. Вот он сейчас лежит на самке. Может, он чувствует самку и не совсем понимает, за кем он ухаживает. Куда он, так сказать, пристроиться пытается. Ладно, посмотрим, что из этого получится. В любом случае, если самцы завелись, то они будут это на протяжении какого-то времени делать. Ну, это забавно. Ни разу не ездил с паренью со сновой змеи. Кстати, то, что вот они в поилку побросали древесину, ничего страшного. Пить из нее все равно можно. Они, видите, тут свои развлечения, вон, сделали. Подвинулись в субстрат. Теперь забанулся хвостик, как бы обкоцел. Вот опять он активно ездит в голове теперь другого самца. Я вчера даже перепроверила на всякий случай. Все-таки это самец, выдавила геми пенисы. Он не долинял, зато спаривается. Конечно, нормально полинять не может, потому что постоянно шкурку свою рвет, пытаясь приставать к самцу. Он такой чистенький, беленький стал. Такой, сверху еще не слезла шкурка. Вот он активно сейчас ухаживает за самцом. Ну, как сказать, ухаживает. Скорее, это признаки доминирования. Возможно, самки ему не дают, врыкаются. А самец просто лежит, и он доказывает, что он главный самец. Тот самец, смотрю, не сильно из-за этого комплексует. Он даже не брыкается, не пытается что-либо делать. У рептилии это абсолютно нормально. Они даже могут спариваться с проникновением. У змеи так еще, но это реже происходит. У них просто они обвивают друг друга и дерутся. Но вот второй самец, он не собирается драться. Он моложе намного, он не претендует на самок. Хотя, кто знает, может он-то всех... Может он так внешне и претендует, а самочки как раз к нему тянутся. А у ящериц это с полным проникновением все происходит и ничего. То есть некоторые люди там держат пару варанов. Они спариваются активно. Причем все время в роли самки выступает один и тот же варан. И потом через какое-то время просто чисто случайно там замечают, что варан умывается и выпячивает свои гемипенисы. То есть оказывается, что два самца. И внешне даже этот варан может отличаться, выглядеть реально как пара даже внешне. Сейчас он пытается отшпилить его голову. Вот. И даже внешне они будут выглядеть как пара. Если особенно росли с детства, то есть один подстраивается под другого. То есть была постоянная доминация. Змеи с проникновением обычно это не делают. Ну, иногда делают, но обычно нет. У самцов игры происходит немножко по-другому, чем у ящериц. Вот. Ну, тем не менее, вот они это сейчас демонстрируют. Да, возможно, просто ему сейчас не дают самки. Вот одна самка тоже вот эта в линьке у нас. Та, не в линьке, но может она еще просто не хочет. Либо он просто хочет вначале выяснить отношения с самцом. Здесь это все довольно-таки безобидно выглядит. Я знаю много примеров. И у нас такое было при саживании с санзиней, например. Обязательно нужно было кинуть еще одного самца, чтобы простимулировать главного самца, чтобы он начал спариваться. То есть у многих змей такое есть. Им нужна конкуренция. И при конкуренции они начинают спариваться. И вот у санзиней... В чем минус-то, собственно? Самца более слабого другой самец может просто убить. У нас такое было. Он просто убивал другого самца. К сожалению, такое бывает. Но вот у многих змеев по-другому спаривания не происходит. То есть вот чуть-чуть не доследишь. И может такое произойти. Здесь все происходит безобидно. То есть он ее не душит, ничего. Он просто... Его щекочет, как самку, своими ложными ножиками. Еще раз повторю, ничего страшного, что у него линька. Это не значит, что с ним что-то не так. Он не смог чулочком полинять. Он не смог полинять чулочком исключительно из-за того, что он начал приставать, видимо, ко всем подряд. И просто порвал свою линьку. И, естественно, чулком она не сошла. Ну и плюс он сейчас занят больше спариваниями, чем... Видите? Занят больше спариваниями, чем своей линькой. Вот он стимулирует так. Ну, очень активный самец. Он прям... Вот уже второй день просто постоянно пристает к нему. Я еще один день подожду. Потом этого самца отсажу и посмотрю, как он будет себя вести именно при самках. Потому что, в принципе, я говорю, ничего плохого в этом нет. Это его стимулирует. Просто хорошо бы, чтобы он вот это свои позывы уже наконец доказал, что он главный самец и пошел к самкам. И перестал уже приставать к этому самцу. Этому самцу как бы он сильно не стрессует из-за этого. Вот так бы за самочками ухаживала, вообще было бы идеально. Были бы у нас маленькие питофисики. Очень хотелось бы от них малышей нравиться безумно эта змея. На самом деле морфы их содержать, которые вот не базовые, не альбина, более сложные, очень сложные. То есть, когда они малыши, очень большой падеж у них. У нас, например, чтобы вот лавандового ставить, по-моему, до этого я два раза еще лавандовых заводила, и всегда что-то было не так. То есть, то рыгал, то что-то еще, то понос, то золотуха, как говорится. Ну, в общем, не самые они простые, эти сложные морфы, слабенькие очень малыши у них. Подожди, дай, я линьку соберу тут. Вот. Они, кстати, очень прикольные в плане того, что вот с возрастом они становятся спокойные. Если бы я к малышу так вот засунула руку, у меня бы уже прилетело. Они начинают шипеть, там брыкаться. Прямо самая удачная подстилка для них. Не очень красиво это выглядит. Но, на самом деле, с точки зрения практической, то здесь все очень хорошо. Она держит влажность, удобно убираться. Вот, эстетика, конечно, не очень, потому что змеи белые, светлые, конкретно у меня морфы. Ну, так что, если получится, я обязательно еще засниму, покажу его гемипенисы, чтобы вы поняли, как это выглядит. У самца, который пристает, я не буду ничего выдавливать, потому что это может его... Ну, не унизить как бы, но спугнуть, он перестанет ко всем приставать. А вот у лаванды выдавлю. Хотя, иногда у самцов образуются пробки, и тупо эти гемипенисы никак не могут выйти. И тогда, на самом деле, просто выдавливание их очень помогает снять эти пробочки, и все идет как по маслу. Но здесь я уже видела, что он вытаскивал свои гемипенисы, значит, у него все нормально с этим, проблем нет. Опять они свет снесли. Утром был свет. Опять снесли, опять это будем делать. Нет. Такой нежный мальчик. С мальчиком. А вот девочка рядом лежит вообще внимания никакого. На самом деле, вроде как обратила внимание на самочку, наконец-таки. Посмотрим. Снизу коричневая эта самка. Наконец-то переключился. Или нет. Да, вроде как он перекинул свою квестную самку. Раз здесь цимулирует, значит, другую самку белую. Летит на эту. Летит уже нет. Еще одна самка беленькая, она в линке. Она лежит, не ползает сейчас. Нет, опять он к своему самцу вернулся. Хотя вот обвивает сейчас хвост именно самки. Вот, да. А, чувак, у него вот с другой стороны, эта сторона головы, идешь не туда. Она тоже похоже в линке. Самый прикол, что он сейчас обвивает одну самку, а лежит на другой самке. Вон. Разом хочет двоих. Ты с одной вначале разберись, потом за вторую возьмешься. Видите, чешет ее, чешет. Как же им сложно. Ни рук, ни ног. Ничем себе помочь не могут. С той стороны. Самка не сказать, что бы за. Она, правда, не сильно прыгается, она просто уползает. Вот это вот он перевернулся правильно к хвосту. Да, сложно у них все. Эти брачные игры. Бедные сцены. Сложно самок подцеплять. Чтоб она хвост подняла. Поднять хвост еще. Кстати, для этого у них есть два гемипениса. Чтоб с какой бы стороны его хвост не оказался, он вытащит именно тот гемипенис, который будет ближе к хвосту. Я думаю, сразу заактивничал. Сейчас он опять со стороны хвоста. Солнца другому. Плюс один, у них очень удобно, если один гемипенис не рабочий, там, не знаю, воспалился, или он вывалился, и там засох, он не смог втянуть, или что-то такое с ним случилось. Если даже один гемипенис не рабочий, или его отрезали, ну, если он, например, высох, то чаще всего просто отрезают, чтоб никакого воспаления не пошло, то вторая все равно остается рабочий. Вообще, в идеале, чтобы рабочих было два, чтоб у самца было больше шансов попасть, куда ему надо. Маленький, сейчас ты пытаешься попасть не туда, куда тебе надо. Ты опять к самцу. Специально не удаляю сейчас Линку, не хочу его фиксировать, отвлекать от того, что он сейчас возбужден и занимается своими делами. Линка снимется, ничего страшного. Если что, потом просто его в воду замочу и сниму. Опять он перепутал хвост, опять к самцу. вообще залипательно, конечно. Каждый раз подхожу к террариуму и смотрю, что здесь происходит. Мне, конечно, процесс весь этот прям завораживает. сегодня вечером отсажу одного самца. Уставлю его часто с самками. А, и так нельзя делать. Он не самка. Захотелось зафиксировать. Обычно, то есть, если пищевая была бы реакция, то они еду душат. А здесь он просто вот хотел зафиксировать. Но, говорю, он немножко путается. Сейчас, наверное, даже сейчас прямо отсажу самца. Он достаточно его возбудил, второй самец, чтобы он начал приставать к самкам. Чтобы у него уже не было лишнего отвлечения. И, собственно, посмотрю, будет ли продолжать он ухаживать за самками. Если нет, то придется вернуть самца. Возможно, ему обязательно нужен конкурент. Именно к этой змее приставал белый самец. Я сейчас отсадила. И самец как бы не перестал приставать к другим, то есть уже к самкам. Проверять змею по полу мы будем при помощи выдавливания. Ну, так, собственно, один из способов, которому я лично доверяю намного больше. Чем другим. Некоторые и по внешности как-то определяют пол змеи, но я не сторонник этого. Итак, выдавливание. Сразу вам могу сказать, если вы этого никогда не делали, лучше это не делать. Это должны быть руки наработаны. У взрослой змеи намного сложнее выдавливать гемипенисы, потому что змея сильнее, они как бы больше, она их сильнее прячет. Ох, вот маленький выдавился. Сейчас попробуем получше. Змея от этого не больно, просто чуть-чуть неприятно, но никакого вреда, если вы это делаете правильно, вы ей не нанесете. Вот, оп, быстренько прячет. Сложно очень задержать, потому что очень сильные у него уже мышцы, и он очень быстро может убирать. Ну, вот, собственно, вы сейчас несколько раз видели два гемипениса. Вот. Вот так они выглядят, довольно-таки большие, они у него уже глубоко спрятаны, даже полностью не могу их выдавить, но потому что он уже взрослый. У малышей все это делается очень легко. В общем, не будем дальше мучить пацана, но он нам все показал, и, соответственно, благодаря нему один самец завелся, и сейчас пытается спариваться с самками. Самого проникновения я еще не видела, но я вижу, что он постоянно ухаживает за самками. А этот самец, получается, простимулировал его. Вот. Он к самкам почему-то пока не лезет, но он, собственно, мельче всех, поэтому, может быть, в этом дело. Может, чуть позже и он созреет. Вот. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте, пожалуйста, лайки, задавайте свои вопросы под видео, и говорите вообще про кого вам интересно было видео посмотреть. Я обязательно сниму. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова